Добрый вечер! Рубик, кстати, поднялся по капусте тоже все это на мидлейне. Соло не оставляет у нас ни Бараша, ни Дэнди, конечно же, игроки что одной, что другой команде. Ну, сразу давайте по героям разберемся. Yellow Submarine. PSM забирает себе Рубика. Бараш играет на SF в мидлейне. Вичдоктор у нас саппортит... Саппортит где-то Вичдоктор. Вичдоктор у нас пока что на базе. Я так понимаю, саппортит здесь... Разора, на котором играет Мипошка. И Дэйл на Дарксире стоит в сложной линии. Со стороны команды Natos Vincere. Сразу давайте по лайнам. Там уже будем разбираться дальше. Хвост играет у нас на лайфстилере. Артстайл помогает Хвосту на Shadow Demon. Фанник играет у нас на Шейкере в сложной против Дэйла. Ну и Санейка на Винтервивер. Мы уже видели его и Квапа от Дэнди. Ну что, врыв пошел у нас Бараша. Подсловили его. Бараш будет портаться, раскастоваться в Дэнди. Дэнди здесь еще и от Таура огребает. Под сейв от Санейка. Пошел и Бараш должен здесь догорать. Убивает все-таки Дэнди Бараш. И ПСМ пытался его заденайить. Не получилось. Ну что, нави повели по счету. 3-1 они сейчас впереди. И Фанник у нас проседает по ХП. Ну неудивительно. Против Айншелла Дарксирова стоять. Айншелла Дарксирова. Стоять, конечно, на линии против Айншелла от Дарксира Фаннику непросто. Тут по ХП задница небольшая, конечно. У Шейкера 5-й левел и всего 700 ХП. Вот вам и силач. Ну, кое-как тут фиссурами хотя бы Фанник отбрасывается. Если что, есть Сулринг у Фанника. Поэтому более-менее можно и подраться. Хвост улетает. Хвост провязал Рэдж. Рэдж и делает ТП-аут. Если я не ошибаюсь, этот сет стоил около 400 баксов. Если я не ошибаюсь. По-моему, в этом... Мне говорили, что появился на Найкса сет. Сет, который стоит 400 долларов практически. Сет, который нереально крутой. Ну, тут не скажешь, что прям так нереально крутой. Но я так понимаю, иммортал, да, скорее всего. Судя по видоизменению скиллов. Рэйдж поменялся, стоп. Да, все поменялось. В принципе, все поменялось. Им говорили, что стоил он 400 долларов. Вроде какое-то коллекционное здание. А потом изъяли его из Дота Маркета. И там его купить теперь за кэш вообще нельзя никоим образом. То есть где-то у кого-то... У Хвоста, например, спрашивайте, покупайте. По-моему, так. Если, кстати, кто инфой владеет, напишите. Так ли или не так. Ну что, по... По лейнам мы, в принципе, все уже определили на топ-лейне. По лейнам, в принципе, мы определились. Хвост у нас стоит на топ-лейне. Стоит против триплы. Тут, кстати, не самый лучший вариант для керри команды Нави. У Хвоста, понятное дело, что выживаемость приличная за счет рейджа. Да и за счет опен ваунс. Но если где-то зацепит Хвоста, то и Хвоста можно развалить. Рейдж, опять же, не спасает у нас от стати клинка. Только хотел сказать. Хвост уже дает 70 дефа своим оппонентам. И дальше у нас мифошка насасывает. Ну и приходит сюда Дейл. И Санейка, скорее всего, умрет. Нет, Санейка в колбу себя прячет. Разрывают здесь Розора. Дальше за Дейлом. Хвост без демеджа. Но Хвост и так может, в принципе, срезать. Хвапа, Нарал у нас на Дарксира. Дэнди забирает этот фраг. И за ПСМом бежит команда Нави. Йеллу Субмарин здесь потеряют минимум троих. А если кто-то еще подойдет, то и еще кого-то потеряют. Даблкилл в этом файте от Дэнди. И Хвост взялся, я смотрю, плотненько за эту игру. Обходят стенку аккуратно. Тут фейлов быть не должно, в принципе. Что ССФ у нас проседает на мидлейне. Ну, Йеллу Субмарин начали фидить. У них хорошо, это смотрю, получается. 8-1 счет. На восьмой минуте 8 фрагов уже для команды Нави. Многовато, согласитесь. Даже при том, что это Нави. Нави у нас вчера просто серьезнейший день провели. Отыграли три матча из четырех возможных в своей группе. И одержали две победы и одно поражение. Поражение от Лондон Конспирэйси. А победу Нави одержали над командой Хелл Рейзерс. И над коллективом Вега Сквадрон. Ну, на данном этапе играют свою четвертую игру. Так, а как там... Как там Фаник поживает? Где он? Фаник в лес у нас отправляется. Фаник будет фармить лес. Хорошо. Почему бы и нет? Ой, как сложно у Хелл Рейзерс дела обстоят. Четыре игры они сыграли, кстати, это в группе Нави. Три ничьи и одно поражение. Три поинта они занимают. Последнее место на данный момент. То есть хуже них сложно стать. То есть у команд, у которых игр сыграны меньше, и то больше поинтов. То есть ниже Хелл Рейзеров никто спуститься уже не может. Ни одной победы. И на этом, в принципе, участие для Львов окончено. Они у нас на Интернешнл 100% не едут, а Нави надо бороться. У Нави, в принципе, группа на самом деле проходная. И тут такое ощущение, что Валвы просто спят и видят, как Нави эпично ворвутся у нас в Интернешнл. И победив вообще все проблемы, все скалы, снеся на своем пути. Ворвутся у нас на Интернешнл на основной этап. И снова воссияет звезда Нави тут на небосклоне. Ну, группа, будем откровенно, проходная просто. И здесь терять поинты вообще должно быть, в принципе, стыдно. Лондон Конспирейси. Единственный серьезный соперник. И Хелл Си забрали у Нави победу. 2-0 наказали Нави. И вот где могли споткнуться Нави, там они споткнулись. Нави вчера еще чуть в матче с Вегой не споткнулись. И не потеряли два очка. Это был бы просто крах, я думаю, Нави. И никто бы никуда уже у нас не проходил. На данный момент Лондон Конспирейси. У них одна победа, одна ничья, одно поражение. В принципе, у Нави все будет очень даже комфортно. Если эту катку они выигрывают со счетом 2-0, у них становится 9 очков. И, в принципе, они вне досягаемости своих оппонентов. Лондон Конспирейси могут заработать 3 очка. То есть Нави единственное, что необходимо здесь сделать. А нет, не единственное. Кстати, Нави-то заработает 1 поинт, если в ничью сыграют. И Лондон Конспирейси, если выигрывают 2-0 у своих следующих оппонентов, по-моему, у Веги, зарабатывают 3 порта. И у них становится 7 очков. Потому что сейчас 4. И у Нави становится 7 очков. И тогда по личной встрече, я так понимаю, или будет переигровка, или по личной встрече Нави у нас отдыхают. Скорее всего, переигровка. Тут Valve надавят. На это, наверное, и протащат таки Нави на квалификации Интернешнл. Хотят их видеть там все? Разумеется, это все интересно, ярко. Все хотят видеть Нави, но так посмотришь на матч 1 против Лондон Конспирейси Нави, не очень-то и хотели. Там как будто светится. Ну что, SF перемещается у нас на нейтралов в лес. Отдает пространство для фарма у нас Вич-Доктору. Фирвиан будет зарабатывать экспириенс, ему надо Дезвард, если он планирует дальше драться. И команда Yellow Submarine уже подпушила по Т1 по топ-лейну. В принципе, с Айншеллом, с Фейтболтом, с Фейтболтом все, в принципе, очень быстро спушивается. Крипы умирают моментально, и фуловая пачка идет и, в принципе, танкует Тауэр. Так что это не критично. На Медлэйни Вич-Доктор подойти близко боится, потому что у Дэнди 9 левел. У Дэнди 3-й скримов... о, 4-й скримов пейн. У Дэнди Соник Вейв есть. Фирвиан просто этот рассказ не переживает, у него 587 хп. Что вы вообще от него хотите? Я не хочу ничего решать, я не хочу получать Соник Вейв. Так, по фарму Na'Vi выигрывают 5000, по экспириенсу они выигрывают 4000 у своих оппонентов. Счет 9-2. Ну и по Нетворсу давайте смотреть, кто там... как расположен. Na'Vi опережают по всем вообще позициям своих оппонентов. 4-200 у Фаник, который играет на Шейкере. Это у Флейн Фаник, который в соло стоял против Дарк Сира. Дарк Сир, который проиграл Шейкеру. Страшно смотреть на это. Хвост на втором месте у него 4600. Ну и у Дэнди 4 650. Дэнди в это время ждет, где бы найти бараша. Кстати, врываться Дэнди нельзя. Все-таки врывается Дэнди. Ну и бараша развалюли. У Фаника забирает Эхо Слэм у нас ПСМ. Фаник половину ХП сливает. Но, в общем-то, Эхо Слэм тут очень даже щадящий прошел у нас по Фанику. Повезло Фанику, что рядом ни крипов, ни вражеских героев. Эхо Слэм одним всего лишь ударом. Одним пульсом бахнул Шейкера. И тем самым спас ему жизнь. 2-10 счет. Так, ну что, пошел у нас врыв в ми-порт. Ну, Йелл Субмарин... Такое ощущение, что не до конца понимают, против кого они играют. Да, Нави не в оптимальной, конечно, форме. Но все-таки Нави это Нави. Надо понимать, что ганкать и убивать, и экшен устраивать по всей карте Нави 100% будут. Тут, конечно, Йелл Субмарин, мне кажется, немного недооценивают своих соперников. Хотя, казалось бы, почему бы нет. Да, Нави не в оптимальной форме, но шарахнуть они могут это точно. И 2-11 счет. Я думаю, что это более чем показательно. Даже теорию можем нахрен выбросить. И на практике посмотрим, что Нави сильнее, чем команда Йелл Субмарин. Так, у Дарк Сира уже есть Баглер, есть Хедресс. Дейл, конечно, по Нетворсу просел. Я же говорю, неприятная ситуация, потому что Шейкеру проиграть. Проиграть Шейкеру соло-линию, при том, что Дейл стоял в легкой. Фанник стоял в сложной. Фанник стоял на Шейкере, которому разве что фиссурой можно было нормально фармить. 51 на 5 Крипстат у него. И 59 на 2 всего лишь у Дарк Сира на 15-й минуте. Приплыли. ПСМ под смоком. Идет первый. Санейка, если увидят, в принципе, в пятером должны разваливать его. Ну что, поднимают у нас Арт Стайла. Арт Стайл просто задувает назад Шадоу Пойзоном. У Фаника 20 секунд до появления Эхо Слема. Если бы был Эхо Слем, тут, конечно, Фанник развалил бы команду. И у Сабмарин, ну, они просто сыпятся. Они просто сыпятся, они просто не в состоянии драться. Это отменяйте. Голл Некс. Правда. Ситуация вопиющая, потому что более выгодная ситуация была, конечно, для новей. Безусловно. Они тут стояли с хайграунда. Но собраться в пятером кружком под Т1 по мидлейну. При том, что у Фаника уже есть даггер. Да даже если бы не было даггера. Просто одновременно в пятером зайти на хайграунд. И под тотемом. Несчастным тотемом от Фаника простоять. Все время, пока тебя будут разваливать. ПСМ вернулся. 17-2 счет. Я не знаю, честно говоря, как это комментировать. По сути, это развалы. Нави эту катку должны брать без разговора. Тут даже какое-то поле для маневра у команды. А ЕС нет. То есть ЕС нет. Антианглийский. Какой-то вариант для того, чтобы закомбетчить, я, честно говоря, здесь не вижу. Эхо слэм от Фаника по Дейлу. Квапа, где ты? Дэнди, куда ты улетел? Дэнди улетел у нас на хайграунд. И свалилась. Дарт Стайл тоже у нас на хайграунде. Пока еще на Фонтан, как я понимаю, не ходил. Ну, ЕС думают. Мало ли. Может, можно где-то прощупать слабые стороны команды Нави. Кто их только не щупал. И можно будет что-то для второй катки себе решить. Ну, у Йеллоу Субмарин ситуация тоже не самая прекрасная. У них точно так же, как у Веги и как у Лондон Конспирейси. Из трех матчей одна победа, одна ничья, одно поражение. Просто обменялись любезностями. И это вариант, я вам хочу сказать. Где-то был бы в каком-нибудь профессиональном спорте, более-менее серьезном. Столько бы вопросов появилось сразу у всех. Как все команды друг против друга могут играть в ничью. А у одной тут просто блещет вообще поинты. Просто Нави 6 поинтов. Остальные все... Просто у Нави на одну победу больше. Остальные все играют в ничью, как будто специально. По минимуму решили очков зарабатывать. То есть все держатся где-то на уровне болота. А Нави слегка так голову подняли. Ну что, Дарк Разор. Немного меня удивляет. Разор, кстати, агрит на себя таверами. Мемпошка на Разоре. Может, в принципе, у нас и отхватить. Потому что, ну, хп у него минимум. На хвоста Дезвард. Хвост тут тоже лишнее себя позволил. Дэнди врывается на мемпошку. Мемпошка в таверну. Ты уже год лайк для Дэнди. И Фаник здесь убивает. И Артстайл двоих убивает. Анстапабл для Шадоу Демона. Вот они, соперники для Артстайла. Команда... Йеллоу Сабмарин. Рады приветствовать. 17 минут 40 секунд. Вот, Na'Vi выигрывают первую игру. Притом, выигрывают ее, понятное дело, что вообще без вариантов для Йеллоу Сабмарин. Видно, что просто в файтах либо несобранность, либо неопытность команды Йеллоу Сабмарин. Они смотрятся намного слабее. Как будто команда из другого дивизиона. Так по факту и есть. Вот, ну, не хочется ничего говорить о Na'Vi касательно данного матча. То есть, по данному матчу судить несерьезно просто, в принципе. Если с London Conspiracy все наявно было, то здесь против Йеллоу Сабмарин то, что Na'Vi выиграли с такой скоростью, ни о чем, в принципе, не говорит. Ну что, ждем ответного матча. Я очень хочу, чтобы Йеллоу Сабмарин все-таки дали бой. И перед выходом из своей группы уновей был серьезный матч. Тот матч, который даст им понять, что ничего легко здесь не дается в этом жестоком мире доты. Ну и они немного по собранью у нас отправились. Если, конечно, отправиться на International. Ну что, услышимся через 5-6 минут. Не забывайте подписываться на наш канал на Twitch. Это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Небольшая пауза и услышимся очень-очень скоро. Все, во второй катке через 5 минут. До связи.